Говорим о хоккее с мячом в чемпионате России завтра. Пройдут третий матч 1-4 серии до трех побед, а значит уже во вторник могут определиться первые участники финала четырех. Кто ближе других к желанной поездке в Хабаровск знает Михаил Трофимов. После уверенной победы над Волгой в первом матче мало у кого оставались сомнения, что действующий чемпион страны упустит в победу и во второй игре. Енисей мощно играет на своем льду, где уступил лишь раз в этом сезоне. Однако на четвертой минуте красноярцы уступали 0-2. Четыре финала не бывает легкими, особенно вторые матчи домашние. Мы изначально знали, что сегодня будет рисунок игры совершенно другой, в отличие от вчерашнего. Так и показало, плюс пропустили первыми два необязательные гола, еще сложнее стало. Енисей не сразу вошел в игру, но начиная с 20-й минуты уже полностью владел инициативой, чему помогли два подряд удаления в составе ульяновцев. Андрей Прокопьев и Александр Насонов с интервалом в минуту восстановили равенство на табло. Начали использовать движения, использовать друг друга, в принципе расшатали оборону соперника. И вошли в игру, забили голы, вышли вперед. К перерыву хозяева льда уже вели в счете. Пятиминутный отрезок в самом начале встречи остался самым удачным в исполнении ульяновской «Волги» за два матча в Красноярске. Итоговый счет 7-3. Енисей одержал две победы дома. Для выхода в полуфинал достаточно хотя бы раз обыграть «Волгу» в Ульяновске. Много создали моментов и при счете 5-3 должны были, обязаны были забивать два гола. Но игра, чем мне понравилось, что она была обоюдно острой. И каждая команда сегодня могла и выиграть, и проиграть. Финальная часть чемпионата России, как известно, пройдет в Хабаровске. Здесь же состоится чемпионат мира в 2018. Все карты на руках узка нефтяника. По ходу сезона коллектив Михаила Юрьева показывает результативный атакующий хоккей. И громит всех соперников. Причем не только на Ерофей-арене, но и в гостях. Прилично досталось Сепсельмашу. В первой игре 5-15. Надо отметить, что «Евратарь» сыграл очень здорово. Все-таки то количество выходов, ударов, которые наши ребята не реализовали, надо все-таки отдать должное «Евратарь» сыграл очень-очень плохо. В матче номер два новосибирцев хватило лишь на 19 минут. Счет на табло был 1-1, но после этого голы посыпались в ворота Игоря Долгополова, как из рук изобилия. К перерыву уже 7-1 в пользу хозяев, которых, к слову, поддерживало больше трех тысяч человек на трибунах. Хабаровская команда изначально сильнее по составу и по накатанности. Играть при идеальных условиях они здесь привыкли. Поэтому нам было вчера намного тяжелее, потому что мы этот день прилетели. Сегодня отоспались, отдохнули и сегодня уже, я думаю, что дали бой. Во втором тайме армейцы немного сбавили обороты, понимая, что победу уже не упустят. И Сепсельмаш немного сократил отставание. Итог 10-6 в пользу «Сканифтяника», а лучшим снайпером матча стал Артем Бондаренко, оформивший покер. Ну, немного подустал, но, честно скажу, да, особого удовлетворения от игры я не получил. Думаю, как и все ребята, нам еще много есть над чем работать, чем мы будем заниматься. Самый интересный матч одной четвертой финала выдали в первоуральский местный уральский трубник и водник. После поражения в первом матче архангельская команда проделала основательную работу над ошибками. Мы сегодня неплохо двигались, неплохо комбинировали. Отсюда, мне кажется, и создали большое количество моментов. Все мы забили, но и не забили, мне кажется, столько же. Для уральского трубника начало встречи сложилось удачно. В первом тайме хозяева повели 2-1 и казалось, что вторая победа над водником уже не за горами. Раны расслабились. До перерыва водник не только восстановил равенство, но и после точного удара капитана Евгения Дергаева вышел вперед 3-2. Мы настраивались на эти две выездные игры. Важно было, как минимум, взять, ну, победить в одном матче. Лучше было, конечно, в два. Вчера игра не получилась, но хорошо, что мы сегодня победили. И уже с другим настроением, я думаю, будем играть в домашние игры. Перерыв не пошел на пользу команде Алексея Жеребкова. Уральский трубник у себя дома дважды обыгрывал красноярский Несей, но не смог собраться на второй тайм в матче против водника, которому ни разу за весь сезон не уступил. Ни одного гола больше болельщики в исполнении своей команды не увидели, а вот Архангела Городца забили еще четыре и выиграли 7-2. Результаты всех матчей на ваших экранах отметим, что Байкал Энергия в очередной раз разгромила в Иркутске Кемеровский Кузбасс и сейчас ведет в Сирии со счетом 2-0. Ответные матчи 1-4 финала пройдут 14 марта. Михаил Трофимов, все на матч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова